Романтика Романса И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда, черт побери, все. Его ли душе не любить ее? Вы имеете в виду себя, Светлана Славович? И себя тоже. Но вообще-то Николай Васильевич Гоголь этот вопрос обращал ко всем людям. Ну, душа душой, а вот на тройке, да под перезвон бубенцов, да по просторам прокатиться, вот это действительно милое дело. Ну, действительно, дороги длинные, просторы огромные, поля, леса, перелески, овраги, странники, странницы, деревни, церкви. Без этого пейзажа невозможно представить себе ни Гоголя, ни Пушкина, ни Чайковского, ни русскую песню протяжную, ни русский романс. И сопровождать нас в этом путешествии по русским просторам будет Академический оркестр русских народных инструментов ВГТРК. Дирижер Андрей Шличков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Аплодисменты. 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 Наш сегодняшний вечер мы назвали «Под дугой колокольчик поет». Кстати, Маша, а вы знаете о какой дуге идет речь? Ну вы меня сегодня экзаменуете. Ну вы, конечно, отучились уже. Знаю. Но. Дуга – это часть лошадиной сбруи, на которую и подвешивались те самые бубенцы. То есть маленькие колокольчики. Молодец. Пять. Покорнейшую благодарю, Стас Афигович. Аплодисменты. А сейчас любимец программы «Романтика. Романса», участник проекта телеканала «Культура. Большая опера», солист театра «Геликон опера» Александр Миминашвили представит нам настоящую ямщицкую песню. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Оль, опять не видать нежней красной доли. Я душой сам не слой Соху, как в неволе, обывал я, отдал сухарскую тройкой, понесусь и зальюсь песенка юбойкой. Ни кнутом поведем, только рукавицей, и по пням, по толмам, мчат лошадки птицей. Ни слезой, ни с тоской, молодец не знался, попевал, так гулял. Вот и догулялся. Уж дугу не смогу перегнуть, как надо, дожди брось, но хоть брось. Экая досада, ночью, днем, об одном тяжко помышляю. Все по ней, по моей, лапушке страдаю. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Когда Пушкин писал «Зимнюю дорогу», ему было 27 лет. А когда Георгий Свиридов написал к ней музыку, ему было всего 19. Уже на склоне лет прославленный композитор записал в своем дневнике. Жизнь каждого человека связана с природой, со сменой времен года, дня и ночи. В России много ночи, много ночного. АПЛОДИСМЕНТЫ Но если в песне на стихи Пушкина «Ночное время суток» и вьюга, то в другой знаменитой песне, в честь которой названа наша сегодняшняя программа, ярко светит солнце. Которого зимой нам, увы, так не хватает. Но кто знает, может быть, птица-тройка мчит нас туда, где ждет новая, более солнечная жизнь. Или, пройдя все бури и испытания, мы наконец-то вернемся домой, к родным и близким. Эту загадку нам поможет разрешить солистка «Геликон-оперы» Лидия Светозарова. АПЛОДИСМЕНТЫ Сквозь волнистые туманы ПЕСНЯ КОЛОДИСМЕНТЫ 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 Я для зазловы и ушки Я цареваю по степи, полетим косатка Потому будет щечкам жарко Будет сердцу сладко Здесь теперь только ветер ведет нас Не стыдишь, моя желанная Для любви нашей выдалась сейчас Порушка долгожданная Улистил парень девку скромную Соблазнил ее жарко лаской Эту ночку, ночку темную Он прижал свою лапушку тесней Прокатив, что хватило силушки Разогнал вороты своих фоней Он для зазловы и ушки Протягиваю по степи, полетим косатка Только было щечкам жарко Было сердцу сладко На стихи некоторых поэтов 40-х, 50-х годов 19 века Написано множество песен А некоторые стихотворения Вдохновили сразу нескольких композиторов Так было, к примеру, с только что Прозвучавшим произведением Однозвучно гремит колокольчик Хотя о самом авторе слов Иване Макарове Практически ничего не известно Но это не помешало создать на его стихи Две прекрасные мелодии И вот что поразительно Вроде слова одни те же И ритм тот же А смысл благодаря мелодии иной Скоро вы в этом убедитесь Ну а что же касается романса На стихи поэта-декабриста Федора Глинки То об этом человеке Все же нам известно гораздо больше И я всегда поражаюсь Как много среди этих благородных мятежников Было поэтов В сердце тревога, в руке клинок А верный конь или птица-тройка Мчат навстречу изменчивой судьбе Встречайте Лауреат международных и всероссийских конкурсов Участница проекта телеканала «Культура. Большая опера» Солистка театра имени Станиславского и Немировича Данченко Лариса Андреева Однозвучно гремит колокольчик И дорога пылится слегка И уныло по ровному полю Разливается песня мщика Разливается песня мщика Сколько чувствов в той песне уныло Сколько грусти в напеве родном И в груди моей хладной остылой Разгорелось о сердце огнем Разгорелось о сердце огнем И припомнил я ночи дорогие И родные леса и поля И на очи давно уж сухие Набежала, как искра слеза Набежала, как искра слеза Однозвучно гремит колокольчик И дорога пылится слегка И замок моя мщика дорога Предо мной далека, далека Придо мной далека, далека Придо мной далека, далека Придо мной далека, далека Под пчет за тройку долой Столь по дороге стал И колокольчик-родой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В советские времена ямщицкая тема была под негласным запретом И когда в эфир в 60-е годы вышла телепрограмма Ираклия Андроникова «14 русских троек» Это был настоящий прорыв Но удалось это только потому, что это был Андроников Но такие прорывы случались и даже в кинематографе Это правда! И вот в 1953 году на экраны вышел фильм «Родные просторы» Где прозвучала песня на стихи Николая Некрасова В исполнении бабушки Маши Прославленной Марии Максаковой-старшей Но ты жадно глядишь на дорогу В стороне от веселых подруг Знать забила сердечко тревогу Все лицо твое вспыхнуло вдруг Фильм этот уже благополучно забыт А вот песня стала невероятно популярной И сейчас мы услышим ее в исполнении Солистки Мариинского театра Марии Максаковой-младшей Благодарю Что ты жадно глядишь на дорогу В стороне от веселых подруг Знать забила сердечко тревогу Все лицо твое вспыхнуло вдруг Знать забила сердечко тревогу Все лицо твое вспыхнуло вдруг И зачем ты бежишь торопливо За промчавшейся тройкой во след На тебя под бочей бескрасиво Вогляделся проезжий корнет На тебя под бочей бескрасиво Загляделся проезжий корнет На тебя заглядеться не диво Полюбить тебя всякой не прочь Бьется алая лента и древо В волосах твоих черных как ночь Не глядишь с тоской на дорогу И за тройкой во след не спеши И тоскливую в сердце тревогу Поскорей навсегда заглуши И тоскливую в сердце тревогу Поскорей навсегда заглуши Не нагнуть тебе бешеной тройки Кони крепкие и сытые бойки И ямщик под хренком и другой Мчится вихрем корнет молодой И ямщик под хренком и другой Мчится вихрем корнет молодой Песни, связанные с русской тройкой, могут выразить любые чувства Радость и печаль, удаль и страдания И этим воспользовался даже немой кинематограф Еще до революции на сюжет этого романса Кинорежиссер Евгений Бауэр снял фильм с точно таким же названием «Ямщик, не гони лошадей» А потом этот романс долгие годы был запрещен Как чуждый пережиток прошлого Может быть это связано с тем, что одну из ролей в фильме Сыграла любимая писательница государя императора Николая Второго Тэффи Она же Надежда Александровна Лохвицкая Вполне возможно Но интереснее еще другое Что этот изначально женский жестокий романс Ведь речь-то в нем идет об обманутой в любви женщине Полюбили петь мужчины и тенора и басы А сейчас его споет один из самых блистательных кавалеров русской оперы Народный артист Башкортостана Солист Мариинского театра России Оскар Абдразаков АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мне некого больше любить Ямсик, не кони лошадей Все было лишь ложь и обман Прощай, мечты, покой О, ложь, не закрывшихся ран Останется вечно со мной Ямсик, не кони лошадей Мне некуда больше спешить Мне некого больше любить Ямсик, не кони лошадей Ямсик, не кони лошадей Перед мрачных равнин Измену событий любовь Но память мой злой власть целит Ямсик, не кони лошадей Мне некуда больше спешить Мне некого больше любить Ямсик, не кони лошадей 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 Это тройки знакомый размер А вокруг разделился широко Белых саданам искристый снег Ямсик, не кони лошадей Кусть Ямсик, не кони лошадей Пусть Ямсик свою песню затянет Ветер будет ему поднимать Что прошло никогда не настанет Так зачем же, зачем горевать? Слышу звуку губенцов и столетов Это тройки знакомый ростек А вокруг разделился широко Белым сабаном искристый снег Звон губенчиков трепетно может Воскресить позабытою тень Мою русскую душу Встревожить И встряхнуть мою русскую лень Слышу звон губенцов из далека Это тройки знакомый разбег А вокруг разделился широко Белым сабаном искристый снег Белым сабаном искристый снег Белым сабаном искристый снег Белым сабаном искристый снег Вслед за Гоголем многие связывали образ России с образом мчащейся тройки. Да и герои русских песен, ямщики, красные девицы, добрые молодцы, они тоже часто мчатся неведомо куда. Эх, была не была. Так и промчался, пробежал весь девятнадцатый век, золотой век русского романса. А потом наступили времена, где уже не было места ни воле, ни раздолью, печальному ли, радостному ли. Наш вечер в известном смысле ностальгический, потому что вместе с тройкой умчалась в неведомую даль и старая Россия. И теперь вместо милого сердца, позвякивания, бубенцов, мы слышим только автомобильные гудки до сирены. Святослав Петрович, ну что же мы с вами так печалимся на самом деле? Ведь характер остался и мечта о воле осталась. Иначе не сохранились бы эти песни и не любили бы мы их так. В этих песнях есть самое главное – красота и любовь к родине. И сейчас мы услышим еще одну такую песню в исполнении артистов «Геликон-оперы» Лидии Светозаровой и Александра Мименашвили. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ЭЙ! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ШУ Ref." АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok